Кадетская школа в Люберцах снова открыла двери для учеников. Напомним, в учебном заведении продлили каникулы на 25 дней после вспышки сальмонеллеза. Тогда порядка 70 детей и взрослых оказались в больнице. Школа должна была возобновить работу 10 февраля. Однако сделать это удалось раньше. Мария Антонова знает подробности. Проверить готовность кадетской школы к учебному процессу и в целом оценить ситуацию приехал лично глава округа Владимир Ружицкий. Во время визита он посетил учебные классы и пищеблок. Здесь привлекались специализированные организации. Здесь работал Роспотребнадзор, который несколько раз брал анализы. И после профессиональных подходов в этой школе, где по данным Роспотребнадзора инфекция была ликвидирована, ее сегодня здесь нет. Кадетская школа возобновила свою работу с 1 февраля. Однако без организации горячего питания. Сейчас в пищеблоке проводятся ремонтные работы, складских помещений, морозильные камеры, а также закупается недостающее технологическое оборудование. Все учащиеся с 1 по 11 класс приглашены в школу. Но, конечно, те дети, которые выписались из больницы и находятся еще пока на амбулаторном лечении, они остаются дома равно так же, как и сотрудники. Думаю, что в скором времени после прохождения дополнительных бактериологических анализов они смогут также вернуться в школу и присоединиться к процессу обучения. Отмечается, что примерно с 12 февраля школа будет работать в штатном режиме с действующим пищеблоком и обычным расписанием. Сейчас же по нормам СанПИНА, без организации горячего питания, обучение должно длиться не более 4 часов. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова